Всех приветствую на канале NonamEasy. И сегодня будет вторая кнопка в программе SolidWorks. Прошлая кнопка была у нас вытянутая бабышка, а сегодняшняя кнопка у нас будет вытянутый вырез. Но для того, чтобы она стала активной, нам сначала необходимо нарисовать бабышку. Поэтому давайте быстро нарисуем бабышку. Обозначим ее как 1000 на 3000 мм и вытянем на 500. Вот наша бабышка. И теперь вытянутый вырез стал активным. И обозначение вырез твердотельной модели путем вытягивания нарисованного профиля в одном или нескольких направлениях. Давайте попробуем вырезать что-то на нашей бабышке. Нажимаем на вырез, после этого мы должны нажать на плоскость какую-то. Нажимаем на верхнюю плоскость. И теперь нас автоматически перебрасывает в эскиз, где мы можем нарисовать профиль нашего выреза. Рисуем квадрат. Даем ему размеры. Пусть это будет 200 на 200 или на 300. Прямоугольник. И повторно нажимаем кнопку вытянутый вырез. Он начинает вытягивать, вернее вырезать нашу бабышку. Чтобы поиграться расстоянием, мы можем здесь кликать. Либо можем ввести значение, которое нам нужно. Есть удобный инструмент. Мы можем выдавить, вырезать не на заданное расстояние, а насквозь. Насквозь одной детали. Вот он сразу определит толщину деталей и вырежет. Давайте нажмем. Вот у нас вырез произошел. Что мы еще можем делать? Нажимаем вытянутый вырез. Перекинулась в эскиз. Давайте круг теперь нарисуем. И как нам вырезать круг? То же самое. Нажимаем на кнопку вырез. Он начинает вырезать круг. Какие у нас есть еще здесь с вами функции? Мы можем сделать конус. Вырез по конусу. Смотрите. Мало того, что он вырежет на 200, то есть не на весь, на всю бабушку, так он еще вырежет под углом. Вот у нас очень красивый конус получился. Как раз для того, чтобы туда саморез какой-нибудь зашел. И головка была заподлицо. Так, давайте еще раз нажимаем на вырез. Шестигранник. Рисуем. Отлично нарисовали. Молодцы. Урисовать мы умеем. Можем. Если мы нажмем на выход из эскиза, нас также перекинут уже автоматически в панель выреза. Видите? Он начинает вырезать. Что мы здесь можем еще сделать? Мы можем здесь задать ему толщину выреза. То есть сделать не полностью вырез вот этой области, а задать, смотрите, толщину выреза, а дальше он оставит без изменений. Вот мы здесь нажмем 20. Да, это он идет от линии нашей, он идет наружу. Можем перестроить, чтобы внутрь откладывал. И после этого здесь мы выберем насквозь и вырезаем. Все тела, конечно. И вот он вырезал нам, оставив внутри бабушку. На этой бабушке мы сейчас маленькой попробуем еще что-то сделать. Рисуем круг. После этого переходим в вырез. Так. А, очень удобно сейчас, смотрите, какую функцию, чтобы мы с вами посмотрели. Надо выйти сейчас, это удалить. Этот эскиз нам сейчас не нужен. Вот. У нас, так как у нас был тонкостенный элемент, мы сейчас вырез сделаем вот на этой плоскости. Так. Сейчас отложим туда, пусть будет, эй, неровно. Сейчас все сделаем, пацаны. И девушки, конечно. Откладываем 100 миллиметров. После этого делаем там прямоугольник. Вот такой. Без размеров. И начинаем вырезать. Вырезаем в эту сторону. Видите? Он вырезает в одну сторону. Под углом. И здесь мы можем активировать функцию вырезать во втором направлении. То же самое он вырежет в двух. Видите? Очень отлично и очень удобно. Если у нас такая ситуация. Также мы можем в одном сделать конус. 30%. Тогда он сойдется уже. Здесь уклон наружу. Вон. Какой вырез будет. Сейчас мы сделаем вот так. Еле заметно, чтобы был. А второе направление. Сделаем тонкостенный элемент. Очень хорошо. Оп. Все. Окей. Все тела. Вот у нас вырез в одном направлении. Какой крутой. И в другом. Видите? Кнопка. Какая у нас полезная. Нажимается вытянутая бабушка. Давайте еще посмотрим. Все ли мы посмотрели в ней. Выбрали другую плоскость. Квадратик сделали. Нажимаем на вырез. Так. И что мы здесь? Выбранные тела можно выбирать. Если у вас несколько тел подряд идут, и вы не хотите, чтобы резали все тела, то вы выбираете только те тела, которые необходимы, чтобы эта кнопка вырезала по заданному вам сечению. Дальше. Выбранные контуры. То же самое. Если у вас несколько эскизов нарисовано, вы выбираете именно тот, который вам необходим. Что здесь? До следующей. Это до следующей плоскости. Имеется в виду. Если мы выберем до следующей. Он выбрал до плоскости. А если мы здесь укажем до поверхности. И укажем поверхность. Вот эту. То вырез будет вот до сюда. До ней. Так. На расстоянии от поверхности. То есть он. Давайте. На расстоянии от вот этой поверхности. Он будет вырезать там 200 миллиметров. Сейчас мы зададим поверхность. О. То есть он не доходит до этой поверхности. Вернее 200 миллиметров. От эскиза. Отлично. Дальше мы можем до тела. Определенного. Но у нас здесь нет тел. А вот есть тело. Но оно не в нашей линии. Поэтому. До тела. И также средняя плоскость. Это он в два направления будет вырезать. Так что смотрите. Смотрите. Пользуйтесь. Очень хорошая удобная кнопка. Напоминаю. Называется вытянутая бабышка. Всем кому было интересно это занятие по SolidWorks. Обязательно оставляйте свои комментарии. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.